Я нахожусь на работе и еду. Хочу вам записать короткое видео, такой апдейт небольшой сделать. Совершенно несколько дней назад я сделал программу под названием «Надменность лидера империи» и прочитал ситуацию, которая происходила в древнем Вавилоне в царствовании императора Навуходоносора. И как бы параллельно провел линию с тем, что происходит сегодня в нашем мире. Я хочу вам сказать, никто мне не звонил и не сообщал, что через несколько дней я и многие миллионы людей будут свидетелем того, как Бог начинает посрамлять лидера империи. Есть такое место в Библии, в притчах написано «Придет гордость, придет и посрамление». Есть момент и есть время, когда на гордость, превозношение, исключительность, тщеславие, высокомерие Бог посылает свой ответ, небольшой ответ. И буквально несколько дней назад, наверное, три дня назад, были большие дебаты президента настоящего и президента предыдущего Соединенных Штатов Америки, стране, в которой я живу. И мы были свидетелями, как Бог отбирает разум у человека, который принял в своем сердце решение противостоять Богу, Его воле, вводить в страну, в империю и во все страны, которые подчинены этой империи. Всякое-всякое разное беззаконие, возноситься, превозноситься, говорить такие слова «Мы можем не только одну войну вести, мы можем три войны вести». Заматюкался и потом сказал «Да это же Соединенные Штаты в Америке». И потом самое большое, когда на праздник Пасхи сделали праздник LGBT мувмента, я в своем сердце сказал «This is it! Это все! Бог проводит черту над этим лидером!» И что вы думаете? На весь мир, не просто на эту страну, на весь мир, этот лидер этой страны, этой империи, Соединенные Штаты в Америке, которая руководит всеми странами мира, западного мира, западного, we're talking about западный мир, Бог посрамил. Просто взял и показал на вид, что происходит с человеком, когда он отбирает у него разум. И если этот человек занимает высокую позицию. И вы знаете, я не смотрел эти дебаты, я только слушал, в дороге я работаю, когда я мало что смотрю, слушаю разные мнения разных комментаторов и так далее, в основном все на английском языке. Я вам хочу сказать интересную вещь. Когда Бог забрал разум у Новых Адоносора, он пошел есть траву. И очень интересно, что я узнал, что оказывается целые 7 дней 16 человек адвайзеров на Кэмп Дэвид, в том месте, где президент Байден находится, кормили его травой. Что в смысле нашим перевод травы, это всякая медицина, абсолютно все то, что можно дать человеку для того, чтобы у него мозги работали нормально, и вдалбливать, вталкивать в его голову, что он должен говорить. И хочу вам сказать, это просто посмешище, это посмешище на весь мир. 16 человек 7 дней вдалбливали человеку траву в голову. Что ему нужно говорить и как себя вести на этих дебатах? И ничего не помогло. Почему? Да потому что, когда Бог забирает разум у человека, да вы хоть миллион людей соберите и начните вталкивать человеку, что ему надо сказать и как делать, Бог забирает разум. И хочу, вы знаете, я просто вообще, я анблэвоблэамшакт. Почему? Да потому что такое чувство, как будто Бог положил мне на сердце. Говори, я говорю, Господь, зачем мне нужно? Говори, ты говори, я тебе говорю, а ты говори. А я буду показывать потом, после твоих слов, когда ты будешь говорить, что будет происходить. И вы знаете, я был свидетелем того, как Бог забирает разум у лидера империи. Забирает. И в каждой империи, хоть это Вавилонская, хоть это Мидо-Персидская, хоть это Римская, хоть это сегодня Англосаксонская империя, которая уже правит 500 лет, когда приходит гордость, приходит и посрамление. Бог забирает. И в каждой империи есть свой Навуходоносор. У нас тоже он есть. И я его называю Байдоносор. Это Байдоносор, который сделал за короткое время, за 4 года, он много очень делал в Америке своими законами, когда еще был сенатором, разные, что он сделал на Украине, что он сделал здесь в Америке, что он сделал в других странах. Но когда он начал надсмехаться над Богом, над его славой, и на Пасху сделал праздник LGBT в Мументе, я в своем сердце сказал и громко, Господь, это все. Я верю, что придет время посрамления этой страны и посрамления этого лидера. И я хочу вам сказать сегодня, дорогие все, кто слушает эти программы, мои, которые я говорю по размышлениям о Библии, очень много, на протяжении уже трех лет. Вы можете вспомнить, много раз я часто говорил за лжецов, вы помните, да? Я очень много говорил о том, что будет происходить. Я говорил о том, какое будет ядерное столкновение между рожденной новой империей, что сейчас является Бриксом, и уходящей империей, нагло-саксонской, я ее назву. Вот, и я хочу вам сказать, что это идет к этому. У меня есть даже желание, я говорил с Леной, что я буду вырезать короткие эпизоды, минутные, и ставить на шорт каждую тему, каждую программу прошлой, которую говорил. Сейчас я возвращаюсь мысленно назад. Это были пророческие программы. И если хотите, просто пойдите, послушайте программы 2021 года, когда еще не начался конфликт на Украине. Я говорил за Ахава, я говорил за каким образом он вступил в Ромо, в Галатские сражения, в каком положении Украина окажется. Это было пророчество, фактически. Сейчас я уже смотрю назад. И потом, что будет происходить с Европой, что будет происходить с Азией. Помните, я говорил о странах восхода солнца, о комплектации этого Брикса, как будет очень много стран, как будет убрана другая валюта и так далее. Сегодня все это происходит на наших глазах. Но меня шокировало, честно, я не знаю как, но временами Бог дает мне мысль. И я говорю, Господь, я скажу, некоторые программы у меня даже лежат в засаде. У меня есть очень односильно пророческая программа, о которой я говорил еще в феврале на двухлетие вот этой специальной военной операции. Я сделал, Господь мне сильно говорит, говори. Я говорю, сказал, прослушал, записал, Лени послал своей жене. А потом говорю ей, наверное, не выставляй. Может быть, это Бог мне только для меня это дал. Сейчас я смотрю, что это пророческое. То, что было записано и послан, это была пророческая программа. Я хочу вам сказать, что мы с вами действительно в последнее время вступаем. И вот это то, что сейчас происходит между мидиа, этой лживой мидиа западной, между элитой, о которых я говорил. Помните несколько программ, как Бог будет посрамлять и наказывать элиту. Все вот эти программы, они фактически идут к тому, что империя эта завершается, ее время окончилось, но она просто так не уйдет. Она уйдет через ядерную катастрофу. И эта ядерная катастрофа, она может привести, и будет это совпадение именно со взятием церкви. Я хочу вам сказать, я готовлю очень и очень интересную тему, специальную на День независимости. Буквально через несколько дней. Это уже я в дороге буду делать, но сделаю прямо в траке. Что произошло во время сына Новохадоносора Валтасара? И кто он? Я просто дам вам очень интересную вещь, что сын Валтасар, сын Новохадоносора, его имя, как переводится, как женщина, руководит. И именно в этот момент произойдет и произошла, вышла рука и написано, ты взвешен на весах и найден очень легким. Итак, готовьтесь. Это программа. Я работаю над ней мысленно, молитвенно. И я не боюсь ее говорить прямо в эфир. Пусть Бог благословит вас, когда вы будете слушать. Молитесь за себя. Молитесь за свою семью. И приближайтесь к Богу, чтобы мы были готовы на встречу с Ним.